Мы с вами на канале ИТОН ТВ в программе с большой буквы. Меня зовут Марк Гурин, со мной в студии очень интересный собеседник Свимоген, прошу любить и жаловать. В прошлом старший офицер израильской военной разведки, в дальнейшем посол в Украине и России, а сегодня старший сотрудник институциональной безопасности Израиля. Здравствуйте, Свит. Здравствуйте, Марк. Свит, ну, как бы, нет, по-моему, сегодня темы острее, чем то, что происходит в Персидском заливе. Уже даже такое определение, как война танкеров, тоже ушло в прошлое, оно считается излишне мягким. Уже вообще вопрос-то это в другом. Как бы создаются боевые, так сказать, группы, такие военно-морские группы. А президент, когда прямо сказал, английская армия, что же не вмешались? Значит, и что нам от этого ждать? Это война? Или это все-таки не война? Ну, это война, типа, которую мы видим. Это такая война. В основном это сплошной спектакль, но это война. Но устрашение, в основном. То есть, типа, держите меня. Да, типа, да. Это жесты или это рычаги давления и это поведение кризисного толка, которое направлено на создание какого-то эффекта, какой-то атмосферы для того, чтобы добиться или отменить чего-то, которое другие хотят добиться. Но примерно обстановка такова. Нынешние Соединенные Штаты целеустремленно направляются во внешнюю политику на то, чтобы унять разных там международных потенциальных агрессоров, которые есть или могут быть, скажем, оружием массового поражения. И поэтому Трамп ведет такую политику. Всех их привести силовыми методами к столу переговоров и договориться о нормальном поведении. Условно говорю, конечно. И, например, Северную Корею ввязываю именно с этим же подходом, тот же подход по отношению к Китаю. Он жестко давит, но для того, чтобы приволоть их силовыми методами к переговорному столу и договориться о каком-то мировом порядке. Иран там же. Трампу, с нашей точки зрения, совершенно справедливо не понравился этот предыдущий ядерный договор. Понимая, что его обходят стороной, понимая, что это так или иначе может вылиться в опасную ситуацию, потому что в тот момент, когда у Ирана, хотим или не хотим, будет ядерное оружие, Иран становится проблемой. И региона, и всего мира. По-моему, и до этого проблема. И проблема до этого тоже. А в условии, не решаемой проблемой выходить. Он становится серьезной проблемой, потому что он тогда выстраивает свою империю, используя ядерный рычаг. А сейчас он пытается это сделать, скажем так, неядерным методом. Поэтому Трамп так или иначе хочет изменить это соглашение, хочет оказать давление на Иран, хочет договориться, чтобы этот процесс так или иначе соответствовал намерениям. Извините, кто на кого оказывает давление, они захватывают там танкеры. Нет, я сейчас про договор, про соглашение. В этом контексте отказался со своей стороны Трампа от договора, потребовал его изменить и, соответственно, оказал финансовое санкционное давление на Иран, для того, чтобы их привести к этому столу. Ну, несмотря на разные, скажем, возгласы со стороны, допустим, Европы и других тоже цивилизованных разных там государств на всей планете, которые так или иначе хотят, они не сами не ведут, чего хотят, но, допустим, это отдельный вопрос. Они хотят денег от иранской нефти. Это тоже, но они не смотрят слишком, достаточно далеко в будущее. Это правда. И поэтому Иран был доведен до белого коленя, соответственно, с экономическим, скажем, давлением на него, и поэтому у них нет выхода. Это, кроме этого, еще, так утверждают, еще и Соединенные Штаты достаточно активно работают в самом Иране, подогревая настроение, и это совместно с экономическими давлениями должно провести к какому-то результату именно к крушению этого режима. Это направление. Иран на это начал реагировать достаточно, скажем, активно, еще не агрессивно. Активно в плане того, что не дождетесь, и так далее, и так далее, но в какой-то момент, через несколько месяцев назад, этот круг вокруг Ирана закрылся. По-моему, Россия в этом тоже участвует. Это одно. Иран на это реагирует уже агрессивно. Агрессивно в смысле он надеется на то, что он сорвет этот процесс, используя разные методы и рычаги давления для того, чтобы привлечь, соответственно, активно общественное мнение на Западе, да, и, соответственно, застопорить или заставить американцев отказаться от этой политики и вернуться на круги своя. Это начало этого спектакля. Это продолжается, кроме, конечно, заявлений и намерений, и так далее. Это начало, это дошло до угроз. Американцы, так и, наверное, и в прошлом, и сейчас этого не испугались и настаивают на сей раз на своем до конца. В смысле мы не отойдем, пока вы не используете, исполните то, чего мы требуем. Теперь нужно объяснить. Военные угрозы. У Ирана нет возможности в военном отношении выстоять против военного давления Соединенных Штатов. Не только Соединенных Штатов. Даже вот таких, напоминаю, угрозы нашего родного премьера, который говорит, мы вам, если вы не, так мы так. Что имеется в виду? Имеется в виду, что никто не боится Ирана в военном отношении. Ему нечем... При этом он захватывает корабли. Нет, это отойдем. Дойдем. Значит, все его угрозы, что он подожжет весь регион, это не угрозы. Так, условно говоря. Естественно, единственный выход у Ирана это провокации. Это задействование, это что называется прокси, имеется в виду сателлиты и разных там своих посланников на предмет террора. Что он и делает, между прочим, везде, как бы только сможет. Естественно, те или небольшие комаринные укусы, типа там поджечь какой-то танкер или захватить какой-то там бедный гражданский корабль того или иного назначения. Но не более. Это имеется в виду, что этим он испугает, этим заставит пересмотреть отношения. На данном этапе это не действует. Теперь к чему они подходят? Подходит к тому, что есть достаточно жесткое противостояние. Американцы не на йоту не отходят от своих требований. Иран поднимает каждый раз свою планку. На данном этапе он пока тоже не моргнул глазом. Но вероятнее всего процесс идет к тому, чтобы Иран привести к соглашению. И вероятнее всего им это удастся, Соединенным Штатам. К этому следует, наверное, добавить подход и других игроков тоже. Европейцы за эти несколько месяцев тоже достаточно холодно рассматривают претензии Ирана. В смысле насчет этого соглашения. Готовы его пересмотреть. И по-моему Россия там тоже находится. По своим соображениям, ввиду разных развитий событий, касающихся ее интересов, она тоже достаточно эффективно уже поддерживает как раз за Соединенные Штаты. Хотя с другой стороны, и вот к этому подходим, с другой стороны Россия показывает то, что развиваются мускулы, что мы вот совместно с Ираном защитим интересы. Но, Биночку, с другой стороны Россия сказала, что она не будет таскать для Ирана каштаны из огня. Снялась боевого дежурства ЗРК. Они раньше не применялись, но они хотя бы были, а теперь они, собственно говоря, прямо сказали, что, ребята, разбирайтесь. Они собираются совместно проводить учения. Учения морские, это тоже что-то значит. И, естественно, американцы со своей стороны готовят какой-то совместный международный флот или флотилию для прорыва блокад, условно говоря. И Россия на это реагирует резко. Как разобраться с этими реакциями, сейчас попытаемся разобраться. Пока не правильно. А разбираемся так. Я напоминаю, что была несколько недель назад встреча. Трехсторонняя встреча здесь в Израиле, включая Соединенные Штаты, Израиль и, конечно, Россию. И потом еще была встреча президентов. Не абы кто, это президенты, которые первый раз по-настоящему встречаются позитивно. В Осоке. В Осоке. Основной вопрос, который был затронут, кроме, конечно, там, ядерных, там, соображений другого толка, конечно, там, разоружений и так далее, это был вопрос... РМСД, там, это вооружение... Да, да, ну, это отдельно интересный тоже вопрос. Это отдельно интересный. И в этом отношении она должна, она должна выступать как по отношению к Ирану. Позитивно, но на самом деле, вероятнее всего, она добивается сближения стороны. Что-то делает позитивного, подробности нам неизвестны, нам не дано знать, но это выглядит как раз как разбор именно этих полетов против тех или иных жестких, резких телодвижений со стороны Запада. Но и поддерживая РАС, с одной стороны, они их подталкивают к какому-то там совместному решению. И поэтому, если суммировать, то позитивный процесс все же продвигается очень медленно. И это сопряжено с разными, там, громкими и страшными, условно говоря, заявлениями. На самом деле, так или иначе, это должно кончиться, если... Ну, у нас, в Израиле, есть такая поговорка, кому не дана возможность, там, предвидения, или, как говорили, нефуа, как говорили, да? Предвидения. Так нам не дано. Но предвидеть мы не можем, мы не пророки, пророчество это не наше. Но, если смотреть вот так и в корень, то вряд ли всего этот процесс пошел, и вопрос времени. И тут параллельно еще несколько процессов, если можно судить по поведению России в Сирии же и по отношению к Ирану тоже. Там тоже те или иные ходы, которые подчеркивают именно позицию России, как, скажем, какой-то, ну, добровольно, как минимум, посредник. Но, в принципе, если суммировать развитие событий в Заливе, то у Ирана очень незавидное положение. На стороне Соединенных Штатов все арабские государства, практически, кроме там одноволей. Ну, пока что мы видим, как они вообще делают, чего ходят в Заливе, и всем угрожают. И звали этого Зарива, там, поговорить в Штатове, он отказался. Ну, не поможет своей. Этот француз, я не знаю, они потом отказались, вроде они приглашали. Приглашали, но потом он сказал, что он поверит, просит разрешения, и его не получил. Да, он сказал, что он не хочет встречаться с Трампом. Ему это ниже его достоинства. Сказал, говорят, что они говорят, и говорить это уже. Да, наедушка Зуксен, да. Ну, вот так это выглядит. Говорите, да. Говорите, да. Значит, ну, понимаете, конечно, такое впечатление производится, может быть, я что-то не понимаю. Но, вот, а бывает ли, простой человек, это же нет у телевизора, ему кажется, что Иран в Заливе что хочет, что и делает. Захватывает танкеры, Ирак боится признать, что это его танкер. Английский, английский танкер. Ну, это вообще, великая держава, там, вот этот, великий флот, там, королевский флот. В прошлом веке, когда решался вопрос с работорговлей, не могли решить великие державы, то просто они решили, кого поймают эти военные корабли великих держав, и будут приравнены к пиратству, и капитан уходит на Рею. Правильно. Ну, так тебе не надо приравнять к пиратству, а прямую пиратству. Давайте более, так сказать, образно рассмотрим. Допустим, действительно, так или иначе, Иран задействовал еще несколько таких ударов, уколов, если хотите. Потопил какой-то танкер, накинулся еще на кого, закрыл пролив. А нельзя там пару катеров потопить? Ну, это, допустим, и это доходит до того, что есть военно-морской конфликт. Я хочу посмотреть, как выглядит, допустим, как минимум флот Ирана, после того, что флот Соединенных Штатов, который готов каждую минуту. Да, я тоже хочу посмотреть. Через несколько часов. Почему-то я все время вижу не это, я вижу все время хулиганство такое. Это выпуск пара, что называется, дает им много там помахать руками, но на самом деле имеется в виду позитивно. Создать-то дают, не хотят конфликта. Не только не хотят конфликта, они хотят результат. Это не то, что мы боимся конфликта, поэтому в драку не лезем. Тут как раз и направление то, что мы тебя заставим, а ты пока махай кулаками, но все же ты придешь, куда мы хотим, чтобы ты пришел. А драка-то ради бога, это хоть завтра. Израиль давно, так говорят. Возможности разобраться. Ну, вы знаете, то есть обстановка, я не знаю, как вам кажется, но мне кажется, она там настолько накалена, она уже перегрета. Они торгуются, они торгуются, поэтому они завышают, скажем, уровень требований. В конце концов, они придут, или, допустим, кто-то будет их представлять, та же Россия может быть за переговорным столом, и они надеются, что так или иначе, ну, там добавим пару новых параграфов к соглашению и продолжим, чтобы не мешать. Иран потерял, по моим сведениям, в 25 раз уменьшил доходы от продаваемой, сбываемой нефти, в 25 раз. Но им хватает и на подарки для Хизбау и нашего любимого Хамаса, и на то, чтобы валять дурака в заливе, и на террор в 7 минут. Пока хватает. Вот мы тогда начнем атаку на Израиль. В смысле, что имеется в виду, эти оба хулиганских организаций откроют, скажем, полный бортовой залп, скажем так, по Израилю и так далее, и так далее. Тогда у нас руки будут развязаны. Понятно, на это Израиль отвечает, что мы знаем, кто за этим стоит, и я вам не завидую, если начнете с нами делать дело. Вот и все. Друзья, ну мы потихоньку, так сказать, я прошу прощения, проедаем время, которое нам отпущено. Поэтому, судя по словам моего собеседника, то такое ощущение, что вопрос у меня, вот, например, делаю своим сообщением, он просто и так. Вот в течение ближайших дней. Или как-то это придет к какому-то более-менее конструктивному результату, или терпение великих держав лопнет, и им придется как-то реагировать. Тем более, что там речь идет, это не Иран, там речь идет о демократиях, и их избиратель тоже не очень доволен их поведением. И это не Фалклен и Притетчер уже как-то. Я не уверен, что там все это нравится. Новый премьер-министр, и как все это будет. Поэтому нам очень, у нас очень напряженные дни, вот, именно по данной теме. Мы, конечно, будем очень внимательно за этим смотреть и ждать в следующий раз нашего интересного собеседника для того, чтобы услышать его оценки тому, что наступит в этом вопросе. Дело непростое. Спасибо, Цвет. Спасибо всем, кто был с нами в эти минуты на канале Итон ТВ. Итон ТВ